Вот еще один интересный рассказ, который рассказал мне мой дед. В то время он был молодой парень. Недавно вернулся из армии и пошел по стопам своего деда. Устроился на работу егерем, а его друг пошел работать в питомник для диких животных. Они оба любили природу и их обитателей, поэтому и выбрали такую работу, совмещая полезное с приятным. Однажды летом мой дед шел по лесной дороге, и вдруг он услышал рев тигра. Хозяин тайги был чем-то обеспокоен или случилось что-то. Молодой егерь начал всматриваться в сторону, откуда доносился рев тигра, но из-за деревьев и кустарника ничего не было видно. Егерь хотел побыстрее покинуть это место, но его беспокоил рев тигра. Ему показалось, что тигр еще больше начал издавать жуткий рев. Что же делать? Боязно приближаться к хищнику. А может что случилось? Переборов страх, егерь стал осторожно пробираться сквозь заросли. Кустарник закончился, и перед ним стояли одни деревья. Не выходя из кустов, молодой егерь увидел в метрах ста тигра, вернее тигрицу. Тогда он в первый раз увидел в дикой природе тигра. Возле нее топтались на месте двое тигрят. Тигрица пыталась сойти с места, но у нее не получалось. При этом издавая жуткий рев, егерь посмотрел в бинокль и увидел, что тигрица попала в капкан. Что же делать? В растерянности подумал молодой егерь. Он связался по рации со своим другом и рассказал, что случилось. Другу егеря подсказали, что нужно вылетать на вертолете на место и помочь тигрице. Егерь сообщил, где находится, и в этот квадрат вылетел вертолет. Через некоторое время вертолет приземлился недалеко от места происшествия. Когда приблизились к тигрице, тигрята спрятались в ближайших кустах. Тигрицу уцепили, освободили лапу из капкана и обработали рану. Потом совершили большую ошибку и в этом убедились позже. Егерь с другом были еще молоды и радовались, что помогли тигрицы, но не подозревали, что произойдет в дальнейшем. Вертолет улетел на базу, а егерь в хорошем настроении пошел домой. Оставил спящую тигрицу с тигрятами. Через какое-то время она проснется и с тигрятами вернется в свое логово. Не прошло и суток, как люди увидели недалеко от деревни тигра, который прихрамывал. Он с легкостью справился с козой, которая была привязана к колышку, а он был вбит в землю. Об этом сообщили молодому егерю. Не возникло сомнений, что это та тигрица, которую недавно освободили из капкана. Ошибка была в том, что тигрица не могла полноценно охотиться. Дикие животные с легкостью убегали от раненной тигрицы. Поэтому, чтобы прокормить своих тигрят и себя, она пришла к деревне за легкой добычей. И ей это удалось. Неизвестно, сколько будет заживать лапа тигрицы, а за этот период она много бед может принести из деревни. Егель снова связался по рации со своим другом и в деревню вылетел вертолет. Прилетела уже целая бригада мужчин и было принято решение отловить тигрицу с тигрятами. Повезло быстро найти тигрицу с тигрятами. Когда летели на вертолете, они утоляли жажду у реки. Меткий выстрел с вертолета снова усыпил тигрицу. Тигрята метали со стороны в сторону. Высадился десант подготовленных мужчин. И они изловили тигрят сетями. Погрузили все семейство в вертолет и полетели в сторону питомника. Некоторое время все семейство тигров находилось в питомнике. Пока полностью не вылечили лапу тигрицы. Когда она была в полном порядке, их выпустили на свободу. Теперь тигрица могла спокойно охотиться на диких животных и прокормить своих тигрят. Больше не было нападений на домашний скот со стороны тигрицы. В дальнейшем животных, которые попадали в капкан, освобождали и доставляли в питомник для лечения. А после выпускали на свободу. С браконьерами тоже боролись. Но на смену одним приходили и другие. Продолжение следует...